МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Высадка в Нормандии самая крупная десантная операция в истории. Она длилась почти три месяца до 31 августа. В общей сложности пролив Ла-Манш пересекли 3 миллиона солдат. Против Третьего рейха выступили не только армии США и Великобритании, но и канадцы, австралийцы, поляки, голландцы, французы и бельгийцы. К высадке на северном побережье Франции готовились тщательно флот. 6 тысяч кораблей против 50 подводных лодок и двух флотилий-катеров Германии. 11 тысяч самолетов против 150 немецких. Высадку в несколько эшелонов при очень мощной артиллерийской поддержке колоссальной. И они предусмотрели даже снабжение войск топливом на территории Франции путем прокладки трубопроводов под дно Ла-Манша. То есть для того, чтобы обеспечить действие своей группировки во Франции. Три месяца боев, результат которых освобождение Парижа, а затем и всей Франции. Потери с обеих сторон 200 тысяч человек. Нормандская операция без сомнений приблизила победу. Впрочем, западный фронт союзники могли открыть и раньше, но не спешили. При том, что Советский Союз просил это сделать еще в 42-м году. Американцы объясняли это своей неготовностью. Англичане объясняли это недостатком сил. И более того, в 42-м году они даже провели высадку под Дьепом, где подставили по сути своих солдат, то есть высадили десант, который не имел никаких стратегических и оперативных перспектив. Это позволило Черчиллю объявить, что высадить серьезные силы в Европе они не способны. И поэтому второй фронт открыть пока не могут. Много есть разных теорий. На самом деле, конечно, наши западные союзники имели свой интерес в голове. И прежде всего имели в виду не нести слишком большие потери. Впрочем, американцы красноармейцам помогали и в первые годы Великой Отечественной. Отправляли в Советский Союз сухпайки по Ленд-Лизу. Тушенке из этих пайков солдатский юмор тут же дал емкое название. Второй фронт. А это Тегеран-43. Черчилль, Сталин и Рузвельт встречаются впервые. Союзники договорились, что второй фронт откроют в мае 44-го. Но операция началась лишь в июне. К сроку не успели подготовить нужное количество самоходных барж. Режиссер Стивен Спилберг посчитал высадку с этих самых барж самым драматичным моментом Дня Де. И начал с нее фильм «Спасти рядового Райана». А уже через две недели после Дня Де Советский Союз начнет свою широкомасштабную операцию «Багратион» цель освобождения Белоруссии при Балтике. Там погибло 180 тысяч советских солдат. Сразу на трех белорусских наступление. Чуден Днепр, но только при тихой погоде. За два месяца силы вермахта группы армии «Центр» были разгромлены советскими войсками. Ну, разумеется, конечно, то, что Восточный фронт отвлекал огромную часть, большую часть сил вермахта, наиболее боеспособных сил вермахта, это, несомненно, так. В то же время на Западном фронте немцы смогли перегруппироваться. Союзникам пришлось нелегко. Винстон Черчилль телеграфировал Сталину, просил поддержки. На Западе идут очень тяжелые бои. Вы сами знаете, по вашему собственному опыту, насколько тревожным является положение, когда приходится защищать очень широкий фронт после временной потери инициативы. Я буду благодарен, если вы сможете сообщить мне, можем ли мы рассчитывать на крупное русское наступление на фронте Висла или где-нибудь в другом месте, в течение января и в любые другие моменты. Советский Союз тогда начал еще одно масштабное наступление по всему Восточному фронту, но в любом случае, лето 44-го изменило ход войны. Два фронта, Восточный и Западный, одновременные действия Красной Армии и войск союзников ускорили разгром Третьего Рейха. Итак, памятные события во Франции. Военная годовщина с политическим подтекстом. Иностранные и российские СМИ запестрели заголовками вроде такого «высадка Путина в Нормандии». Присутствие российского президента на торжественных мероприятиях действительно привлекло всеобщее внимание. Если в годы Великой Отечественной Москва союзник Запада, в период холодной войны противник, то в условиях нынешних разногласий по украинскому вопросу скорее недруг. И вот впервые с начала кризиса на Украине переговоры с европейскими лидерами Владимир Путин провел в формате тет-а-тет. Вот он с премьер-министром Великобритании Кэмероном, а вот с президентом Французской республики Оландом и, наконец, с канцлером Германии Ангелой Меркель. Беседовала, в общем-то, об одном – об Украине. Об отношениях Запада и России на фоне украинского кризиса Владимир Путин говорил и накануне юбилея высадки союзников в Нормандии в интервью, которое он дал французским журналистам. Путин категорически опроверг обвинения со стороны США в том, что Москва помогает сторонникам самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. Не вру. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет. Мы этим никогда не занимались и не занимаемся. Не секрет, что самую агрессивную, самую жесткую политику в защиту своих собственных интересов, так как понимают это американские руководители, проводят именно Соединенные Штаты. Причём из года в год. Везде во всём мире американские военные базы. И они везде принимают участие в решении судеб других народов, находясь за тысячи километров от своей собственной границы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова